И всусь мимо мирных пейзажей с гнездящимися аистами в маленький город, имя которого упоминается в песне, что я выучил. Вильанди называется замечательный, уютный эстонский городок, куда мы приехали для того, чтобы разучить песню с местными жителями. Не простую песню, а народную. Ну, помните, есть такая задача в нашем проекте. Найти песню, разучить, заработать с помощью нее на ужин. Вот так идешь себе в телефоне, что-то читаешь, тут внезапно к тебе подходит человек такой с гитарой и начинает... Извините, вы вот эту песню знаете? Я ее слышала. А она же известная, да? Довольно известная среди людей постарше. Это практически эталонный эстонский городок. Вильанди стоит уже лет 700. За это время местная крепость превратилась в руины, но это ее вообще не портит. Вокруг развалин каждое лето проводят фолк, фестивали и средневековые ярмарки. Некоторые говорят, что Вильанди – столица народной музыки. Значит, песню про местного лодочника точно все знают. А он, кстати, был как раз из Вильанди. Я предлагаю, из-за дерева как бы неожиданно, как разбойник. Так. Знаете такое? Да. Ага, знаете эту песню? Да. Правильный ответ. Зеленый горит. Проезжайте осторожно. Там мой оператор. Отлично. Еще один звук нашел. Смотрите. Огромные качели. А главное – работают. Между прочим, качание на гигантских качелях в Эстонии считается официально признанным видом спорта. И здесь он называется кикинг. Но это про другие качели, конечно. Вы пока осознавайте этот факт, удивляетесь. А я вон уже тренируюсь с юниорской сборной. Да, и звук пишу. Самые классные качели вообще. На которых я когда-либо катался. Которые я сам когда-либо раскачивал. На таких качелях, конечно, скрип воспринимается совершенно по-другому. Такой думаешь… Опа! Такой думаешь, а еще раз получится? Такой думаешь, а может я лучше сойду? Все, пожалуйста, ребят, все, хорош. Стоп, я выхожу. Офигенно. Я бы катался еще и катался на самом деле. Просто времени мало, понимаете? Времени мало просто. Надо дальше идти. Звуков-то полно у вас здесь. Опа! Велиндия, друзья, это очень маленький, очень уютный и тихий городок, в котором живет на самом деле огромное количество музыкантов. Я нашел ребят в интернете. Мы списались, договорились встретиться здесь, в знаковом месте города, чтобы познакомить вас с народным инструментом, который можно встретиться только здесь, в Эстонии. Не запомнил, как он называется, и не запомнил, наверное, никогда. А вы попробуйте. Ребята, как называетесь? Лыц, а вегеласы. Это одно слово, или там несколько, или как это? Да, это лыц. Вот это самый инструмент, и вегеласы, это пока теряется даже. Еще раз, как называется лэ? Лы, лы, лы. Лыц. Лыц. Лыц, но нормально. Лыц, ну не, конечно, нормально, абсолютно. В чем его особенности, расскажите, пожалуйста. Во-первых, такого звука. Как у нашего лыц. Я тоже ехал везде, но такого я не слышал. И как это играют, вот она особо левая рука, так-так нигде в мире не играют. Везде играют вот так. Да, 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 да. Аккорды, аккорды. Ага. Во-первых, секунда, тогда идет пас. Да. Да, 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 да. И еще нужно... То есть нужно заметить, что звук очень острый такой, да? Практически как губная гармошка звучит. Да, да. Сейчас как раз послушаем во всех подробностях, что да как там звучит. Забираем звук гармония лыц в свой аудиоподдерж. Еще один момент. Я очень хотел бы исполнить сейчас, попробовать исполнить с вами народную, насколько я знаю, песню, которую вряд ли у меня получится с таким профессиональным коллективом еще где-либо сыграть. Лы... лыца? Ба-ки-и-ла-зет. Богатыри лыца. Поехали, ребята, народные песни. Не улы, та, ну пари-ми, ни лак, ни улей. Кэс-а-лай-с, а-м-тима-эс, э-с-э-то, у-дав-и-е. Кэс-а-лай-с, а-м-тима-эс, э-с-э-то, у-дав-и-е. И премьёвать. Ну вот, то есть вы сейчас заметили, да, как вот этот вот припев-то вы начали? Как ещё раз? Мы поём так, как мужики пели на смысле где-то девятнадцатого двадцатого века начале. Так, ребят, последний вопрос. Как мой эстонский? Да, я хочу, конечно же, правду знать. В процентах, сколько понятно? Процентов шестьдесят девять. Шестьдесят девять процентов, друзья, собственно, наши шансы сегодня... Да, наши шансы сегодня заработать, быть услышанными в среде, значит, народа эстонского шестьдесят девять процентов. Ну что ж, поделаешь. Это тоже неплохо. Это результат? Ну конечно. Это очень хорошо. Я думаю, что на первый раз... ... ... ... ... ... ...